Ожидание отпуска, несомненно, греет душу каждому. Приятная суета с покупками и подготовкой к отдыху, приобретение путёвок в турагентстве – в общем, настоящий ритуал. И вроде бы всё складывается наилучшим образом. И вот, во время регистрации в московском аэропорту вам сообщают, путёвки ваши липовые, ни билеты, ни номера в отеле у вас не оплачены. Именно в такую ситуацию и попали клиенты туристического агентства «Ростур». Вчера приехал в аэропорт Домодедово с документами, которые нам были выданы. Мы не смогли зарегистрироваться на рейс. Нам сказали, что мы в документах, билетах и в отелях не значимся. Соответственно, мы сели на автобус и вернулись назад. Приехав сюда половина седьмого вечера, они должны были работать, мы подошли к закрытой двери. Телефонные звонки озадаченных клиентов остаются без ответа. Двери офиса заперты, стационарные телефоны разрываются. Их слышно из коридора. Обратились в милицию, там есть наше заявление. Нам сказали, что это не первый случай. И вот сейчас, пока мы ждали, чтобы кто-то подошел из Ростура, подошли еще две женщины, которые тоже так же вчера не смогли улететь. Звонков на Н10 делали, они на телефон не отвечают. То есть непосредственно хозяйка этого Ростура с нами никак не контактит, никак не связывается. Сотрудники тоже не берут? Нет, никто не берут. Сегодня с утра звонили. Агентство само закрыто. Чтобы приобрести путевку, мы брали кредит, чтобы поехать с ребенком отдохнуть. Для Левтины Иорданской ее семьи путевки встали в стоимость 22 тысячи рублей за каждого. Они планировали отправиться в Турцию в Семером, чтобы отпраздновать там день рождения женщины. Ради поездки оформили отпуск за свой счет и взяли кредит. Необходимую сумму. И тут такой поворот. Я бы советовал обратиться в налоговую службу с целью получения выписки за реестра индивидуальных предпринимателей, в котором будет указано, по какому фактически адресу зарегистрированы данные организации, которая собирала деньги за неоказанные туристические услуги. В дальнейшем готовятся письменные претензии и отправляются по данному адресу заказными письмами с уведомлением о вручении. Подобная форма для чего? Офис закрыт, как ты предъявишь требования? Это понятно. Если в течение 10 дней ваши требования не удовлетворены, в дальнейшем вы вправе обращаться в суд за судебной защитой. Хочу сказать, что по данной категории дел срок исковой давности составляет 3 года. Кстати, отзывы о компании Ростур в интернете весьма и весьма негативные. Судя по ним, на горе турагентство уже не раз подавали в суд. Да и название компании госпожа Пупкова – директор организации. С прошлого года уже успела поменять. При этом ИП Пупкова с 2005 года уже было снято с учета налоговой службы. Так что впереди обманутых туристов ждут только судебные разбирательства и тысячи потерянных нервных клеток. Терпение вам, господа, и еще раз терпение.